Какие знания смогли получить иностранные студенты в рамках Зимней исторической школы и какой теме она будет посвящена в следующем году, узнаете в нашем следующем сюжете. Состояло закрытие Зимней исторической школы в Болгарии. Здесь иностранные студенты со всей России смогли узнать о событиях Второй мировой войны. Участниками школы в офлайн и онлайн формате стали более 1800 студентов из 20 стран мира. Школа весьма интересная была. Насыщенная программа. Доклады были созданы с огромным уровнем знаний и экспертности. Международную зимнюю историческую школу провели Институт международных отношений Казанского федерального университета и Институт культурного наследия и управления на площадке Болгарского музея-заповедника с 15 по 19 декабря. Реализация этого проекта – это огромная работа. Речь идет о выполнении поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который высказал потребность создания целой серии школ для студентов, на которых бы рассматривались очень важные и значимые вопросы, связанные с общественно-политическими интересами. Перед участниками школы на протяжении четырех дней выступали ведущие российские историки, представители крупнейших музеев и архивов, университетов и академических институтов. Нужно уже пользоваться. И, честно говоря, эти темы сложные, очень значимые и важные. И использовать их и в процессе обучения, и с точки зрения подготовки специалистов, к кружковой работе – это, наверное, одно из самых важных достижений нашей школы. Как отметили организаторы проекта, уже идет обсуждение темы для следующей зимней исторической школы. Ближайшие темы все-таки, скорее всего, будут в основном по проблемам 20 века. Потому что эти сюжеты самые политизированные. К сожалению, мы видим, как наши западные коллеги пытаются откровенно искажать и иногда даже фальсифицируют многие явления нашего недавнего прошлого. И именно поэтому тем более важно именно с участием иностранных граждан в качестве слушателей эти проблемы освещать и показывать наиболее объективную точку зрения. Кристина Надершина, Леонардов Литьяров, Алексей Румянцев, Булат Садыков, Универньюз.